Как нас обманывают магазины, следующая часть. Сегодня рассматриваем интересный случай, когда мужчина купил морозильник, холодильник, вот это все, большую крупногабаритную технику, и, соответственно, он присылал мне претензию, прислал ситуацию. Мы сейчас ее рассмотрим, сразу сделаем огромное количество полезных умозаключений, наберемся опыта из этого кейса, ситуации. Открываем претензию. Тут есть личные данные, я вам ее не показываю. Наименование организации указывает наименование. Супер. Дальше указывает индекс, область, город, адрес, офис, реквизиты продавца. Область, торговый центр такой-то, ИП такой-то. Супер. Дальше потребитель. Как интересно написано, потребитель и продавец. Ну, хорошо, мне так даже больше нравится, так понятнее. Такой-то потребитель, город такой-то, улица такая-то, телефон есть, почта есть. Супер. Первый блок выполнен идеально. Блок реквизиты. Следующее, дальше название. Претензия. Нужно что написать в оригинале? Претензия. Тут написано, претензия о продаже товара ненадлежащего качества. Ну, мне лично не нравится. Я бы написал претензия на расторжение договора купли-продажи и возврата денежных средств. Хотя бы так. Претензия о продаже звучит как-то, ну, неграмотно, по-моему. С другой стороны, мы знаем, что претензия составляется в свободной форме, поэтому конкретных никаких нареканий нет. Вот. Поехали. Пока все хорошо. Первый блок реквизиты выполнен. Второй блок это какой? Историческая ситуация. Что было, как, что, где купили и так далее. Такого-то числа по адресу, такой-то дороговой центр, пишет человек. По такой-то улице я приобрел морозильную камеру с таким-то номером стоимостью столько-то рублей. Окей. Отлично. Кассовый товарный чек прилагается. Не обязательно. Статья 18, пункт 5. Кассовый товарный чек можно не прикладывать. Вы потрудились больше, показали свой настрой. Приложили кассовый товарный чек. Окей. Это в пользу. Может быть, даже магазину будет благодаря этому вас проще найти и вам быстрее вернуть деньги. Имеет смысл? Имеет. Нужно ли это делать обязательно? Не нужно. Вы сделали? Молодцы. Дальше. На товар установлен гарантийный срок 3 года. Написали и молодцы. Тоже упрощайте работу магазина. Можно это было не писать. Первый блок реквизит. Отлично. Блок исторический. Отлично. Третий блок. Какой? Что пошло не так? Читаем. В течение гарантийного срока при использовании морозильной камеры мною были обнаружены следующие недостатки. Образование льда преимущественно в верхней части камеры толщиной столько-то сантиметров. Первый раз данный недостаток был замечен, но через столько-то месяцев, с начала эксплуатации. Окей. Пока все хорошо. Дальше. Внимание. О чем по электронной почте написал на завод-изготовитель? Ну, очевидно, имеется в виду потребитель. Написал по электронной почте на завод-изготовитель. То есть у вас что-то сломалось, вы пишете на завод-изготовитель. С предоставлением фотодоказательств и спросив о возможной причине возникновения наледи. Что происходит? То есть законодатель определил вашу тактику возврата денежных средств в случае обнаружения товара с недостатками. Вы пишете в магазин претензии, ждете 10 дней и забираете деньги. Человек в этой претензии отправляет на завод, списывается с заводом-производителем, отправляет им фотографии и устраивает невероятное количество действий всех, кроме нужного. Нужно просто написать претензии без всего вот этого. Ну ладно, то есть человек просто тратит свои силы и время на странные действия, дополнительные действия. С другой стороны, ну может нравиться, может хочется. Разумеется, это неэффективно. Эффективно просто написать претензию. Купили, не работает, возврат средств. Но раз уж человек так запарился, ну окей. И спросив о возможной причине. Завод ответил. Завод ответил. Вы посмотрите, что происходит. Посоветовав обратиться в сервисный центр, но в нашем городе сервисы производителя не предоставлены. Завод вас уже дезинформирует. По закону защиты прав потребителей вы имеете право обратиться на завод, в сервисный центр или в магазин продажи, куда вам надо было обращаться, а не на завод. Более того, завод вам говорит обратиться в сервисный центр. Ерунда. В течение всего срока гарантии вы имеете право отдать в сервисный центр, а имеете право вернуть деньги. Поэтому надо было воспользоваться вариантом, вернуть деньги. Опять же, видите, вот вы связываетесь с заводом, он начинает вам манипулировать, говорить, да, это есть поломка, но надо дойти туда, у вас нет, вот к чему вот это все. И, Б, Д. Имитация бурной деятельности. Вам нужно было написать претензию, требовать возврата денежных средств, и вы бы уже получили деньги. Но выбрали вот этот невероятный лабиринт. Ну, хорошо. Вот поэтому я советую всем смотреть видео. Так, после чего я разморозил и помыл камеру, спустя месяц разморозки данная проблема вновь повторилась. Лед образовался, та-та-та-та-та-та, даже с датами вновь обратился. И вот он снова обращается. Спустя, значит, получается месяц с небольшим вновь обратился с письмом на завод. Опять письмо на завод. Ё-моё, что происходит? С подтверждением фото и видеофиксации. И вы только вдумайтесь. То есть человек, вопреки тому, что законодатель устанавливает конкретный порядок действий на возврат товара по гарантии, человек на завод отправляет. Сначала списывается, потом письмо, потом еще раз фотографии, потом видео отправляет. Вот это уровень ненужных действий. Дальше поехали. Мне ответили, чтобы обращался в торговую организацию. Наконец-то. То есть где было приобретено. Ну супер. Завод вам не соврал в этот раз. Написал, обращайтесь. Правильно. В любое место, где купили. И там вы, соответственно, можете вернуть деньги. При этом у вас тут указано, завод ответил, чтобы вы обращались в организацию. Для чего не ответил? На возврат денег, на ремонт. Завод-то знает, что вы можете вернуть деньги, но, видимо, не хочет вам об этом говорить, потому что вас манипулируют вами. Поехали дальше. Это значит у нас вопрос был блок, третий блок, что пошло не так. Блок 4. Что вы хотите? В соответствии с таким-то пунктом 18, то есть статья, пункт 2, 5, имею право требовать замены на такой же товар, точно имеете, но лучше деньги, с соответствующим перерасчетом покупной цены или отказаться от исполнения договора купли-продажи с возвратом, уплаченной за товар суммы. Ура, наконец-то вы это поняли. Можно вернуть денежные средства. Дальше. Так как на основании постановления правительства данный товар является технически сложным, кстати, у вас тут ошибка, у вас написано, данный товар является технически сложным, мелкая ошибка, несущественная, кстати, остальное все написано грамотно, так как данный товар является технически сложным, и руководствуясь постановлением Пленума Верховного Суда 2012 года о рассмотрении судами гражданских дел по защите, в разделе существенный недостаток товара, в пункте 13 под пункты ГИД указано, что недостаток товара выявлены неоднократно, и недостаток, который проявляется вновь после проведения мероприятий по его устранению, попадает под определение товара с существенным недостатком. Все верно. Только зачем вы этим занимаетесь? То есть вы во всем разобрались, очень здорово, все сделали. Именно поэтому я людям говорю, этим не заниматься, а написать претензию и вернуть деньги. Потому что вы сделали огромный титанический труд, поняли, что вы правы. Вы могли просто написать претензию и вернуть деньги, без понимания, что вы правы, без вот этих всех сложных вещей. Возможно, это писал юрист, потому что написано уж очень-очень хорошо. В связи с этим на основании вышеизложенного данная морозильная камера является технически сложным товаром с существенным недостатком, ненадлежащего качества. Правильно. Таким образом, в соответствии с такой-то статьей, ля-ля-ля, требую замены товара. И смотрите, что пишет человек. Требую замены товара ненадлежащего качества товаром соответствующим договору или возврата. То есть это вы в претензии указываете. Я требую замены или возврата. Это вы-то в претензии пишите им. И что, даете магазину решать? У вас в законе защите прав потребителей написано, что вы на ваш выбор, на ваш выбор, либо заменяете, либо возвращаете деньги. И вы просто вот эту возможность перекладываете в магазин. Вы просто ее дарите. Вы прямо в претензии, в юридически значимом документе пишите. Вы сами решите мне вернуть деньги или камеру. Что? Вы сейчас серьезно? То есть вы просто отказываетесь от своих прав. Ладно. Пункт пятый. Блок, точнее пятый, под названием последствия. В случае отказа в удовлетворении моих требований, буду вынужден обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Хорошо. С целью проведения проверки соблюдения законодательства. Очень хорошо. Также оставляю за собой право обратиться в суд. Вы оставляете за собой право сделать то, на что у вас есть право. Еще оставьте, пожалуйста, за собой право по улице ходить. Оставьте за собой право в трамваи ездить. Оставьте за собой право налоги платить. Зачем вы оставляете за собой право делать то, на что у вас есть права? Оставляю за собой право обратиться в суд. Это же надо так написать. Это кто так пишет? Насколько это безумная фраза. Я оставляю за собой право смотреть телевизор. Да оно у вас есть, вы поймите уже уже. Вам не надо за собой его оставлять. И вам не надо в юридическом документе, магазин предупреждать о том, что вы можете оставить за собой право обратиться в суд. Нужно писать не так. В случае невозврата денежных средств я буду обращаться в суд. Вы понимаете разницу между я оставляю право обращаться в суд и я буду вынужден обращаться в суд. Ясно или нет? Вот я оставляю право, это значит, что еще может быть. Ну, у меня есть такая возможность. А вот здесь фраза я буду обращаться в суд. Понимаете? Или не понимаете разницу? По-моему, все очевидно. Похоже на странную фразу, которую юридический написал. Оставляю за собой право обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба компенсации в соответствии с таким-то. Ладно. За нарушение сроков выполнения за каждый день просрочки взыскать неустойку в размере 1% цены товара. Отлично, вы это знаете, вы об этом написали. Что вы еще могли написать? Вы могли пересчитать это на конкретную стоимость. Например, если у вас камера стоит 20 тысяч, то есть указать, что составляет 200 рублей в день и на 13 ноября 2021 года составит 20 тысяч рублей. Плюс 20 тысяч рублей стоимость морозилки равно 40 тысяч рублей. Вам сложно было это написать? Почему вы это не написали? Вы же знаете даты, вы знаете 1%, что вы не посчитали, чтобы магазину наглядно было видно, сколько он потеряет, если не будет вам возвращать деньги. Вы сделали огромный труд, а такую вещь не сделали. При удовлетворении судом требований потребителя, восстановленного законом, суд вправе взыскать с исполнителя, штраф в размере 50%. Абсолютно верно. И пишите 20 тысяч плюс 20 тысяч равно 40 тысяч и плюс 50% плюс еще 20 тысяч равно 60 тысяч. И вот сейчас на магазину, на стол ложится претензия, в которой написано, что если он не отдаст сегодня 20, то через 3 месяца отдаст 60. Кто вам мешал так написать? Никто, вы не написали. А могли, это бы совсем по-другому смотрелось. Учтите нам будущее. И все зрители, кто смотрит это видео, так можно и нужно делать. Это называется блок калькуляции. Он входит в раздел последствия. Вы не просто указываете про 1% неустойки, вы считаете, сколько она составит. Вы не просто указываете про штраф за доведение дела до суда, вы считаете, сколько она составит. И внизу подсчитываете, сколько суммарно потеряет магазин. О принятом вами решении прошу уведомить меня в письменном виде, в установленном законном сроке, предварительно сообщив по телефону. Когда пишете в установленном законном сроке, это равно, что сказать, я не знаю, какой это срок. Вы пишете в течение 10 дней. У вас даже знаете, что есть 10 дней на то, чтобы производитель ответил на претензию. Почему вы пишете в установленном законном сроке? Вы их не знаете? Ну, в претензии показывайте, что не знаете. Приложение. Приложение. Кто же такое видел это? В претензии аж приложение делают. Фото, чека и копия чека на одном листе А4. Три листа А4 с фотоморозильной камерой. Ух, все приложения необязательны, значения особо не имеют. Позволяют магазину быстрее разобраться и вернуться. Вернуть деньги, но никак не являются обязательством. Дата, подпись и так далее. Давайте разберем эту претензию. Претензия написана на твердую пятерку. Она очень хорошая. В ней есть и неустойка, и требования, и ссылки на законы. Ее главный минус. Она суперосновательная. Она заняла две страницы. Вот это вот две страницы несли. Хотя реальная претензия должна занимать полстраницы. Главный минус. Проделано огромное количество ненужной деятельности. И БД. Имитация бурной деятельности. Нужно было просто написать претензию и все. Человек, который писал эту претензию, видимо, думает, что нужно по совести все это обсудить с производителем. Решить, что реально не работает. Разобраться, существенный недостаток это или нет. По совести может и нужно. По закону вы должны написать претензию, просто указать, что не работает и потребовать возврата денежных средств. Все остальное это уже не ваши вопросы. Вы не понимаете, что такое гарантия. Гарантия это такое явление, когда производитель, он прямо говорит, мой товар настолько офигенен, что я в любой момент по щелчку пальца в течение трех лет верну деньги. Настолько у меня товар офигенный. Я гарантирую, что он будет работать. А вы тут что-то списываете с производителем, он вас мурыжит. Потом с продавцом, он вас мурыжит. Это похоже на вот эту гарантию, я на сто процентов гарантирую работу товара? Не похоже. Похоже на то, что вас обманывают. Теперь читаем письмо человека, который, собственно, обратился с этой претензией. Здравствуйте, Владимир. У меня ситуация с морозильной камерой. Купил ее тогда-то в таком-то магазине. За пять месяцев работы наморозило около стопитосантиметров, после чего ее разморозили. Через месяц ситуация... Извиняюсь. С утра записываю видео. Ситуация повторилась. Я написал претензию. Вот важно. Я написал претензию в магазин с требованием замены товара или возврата средств. То, что написали претензию, вы супер молодцы. То, что там есть или, это просто невероятно. Я, честно говоря, еще не сильно много встречал претензий, где продавец получает от покупателя право выбора. Вам, как покупателю, потребителю дали это право выбора, вы его просто им наградили торжественно продавца. С чего это ранен? Замены товара или возврата средств. Нет уж, пишите в следующий раз возврата средств. Претензию отправил по почте в головной офис Черябинск. Но тут надо спросить, как вы отправили претензию. Надеюсь, вы отправили ее с описью, и у вас есть трек. Тогда это будет юридически значимый документ, который можно использовать в суде. Я предполагаю, что вы так и сделали, потому что все остальное оформлено очень грамотно. Окей, значит, у вас есть претензии. Значит, вы уже сделали самое важное, что только нужно. Вчера мне позвонил, через четыре дня директор магазина, пообщавшись, он предложил мне подъехать и оформить подмену. Подмену, подумают только морозильные камеры на период, пока моя будет находиться на экспертизе. Это только вот. Да, ух, на что люди прямо готовы. Я прямо в шоке. Вопрос в том, что нужно ли ехать, что-то подписывать. Вот человек задает вопрос. Человек, наконец-то, решил понять, а все ли он делает грамотно. Посмотрев ваше видео, где говорится, что не нужны никакие ремонты и экспертизы, я с вами согласен, так как мне уже не нужна эта марка, но меня бы устроила замена на другую. Опять сложные, хитрые пути. Вы возвращаете деньги и тупо покупаете, что хотите. Без всего этого. Директор магазина мне поясняет, что прежде чем произвести замену товара, нужно сделать экспертизу неисправной техники. Это директор вам объясняет. А директора, знаете, что еще бывает? Подсовывают свою претензию, где нельзя деньги возвращать. А еще они указывают, что технически сложным товаром являются наушники или обычный бытовой чайник. Директор – это тетя Зина и дядя Вова. И эти ребята могут придумать и говорить им что угодно. Это заинтересованная сторона, которая не хочет вам возвращать деньги. Любые их фразы – это просто попытка не возвращать деньги. Почему вы их слушаете? Почему? Почему? Я вам задаю вопрос. Почему вы их слушаете? Директор магазина мне поясняет, что прежде чем произвести, нужно сделать экспертизу неисправной техники. Это не он вам поясняет. Это он вам указывает желательный порядок событий, который ему был бы приятен. По логике я его понимаю. Вы можете его понимать по логике, по совести, по этике. А еще есть закон, который определяет взаимодействие покупателя с потребителем. И все это расписано в законе о защите прав потребителей. И там есть вариант экспертизы. Но, соответственно, он только если вы хотите. Но я ему говорю, что мне старое будет не нужна, хоть и после ремонта. В крайнем случае будут требовать возврата средств. В крайнем случае будут требовать возврата средств. Поясняют, что и в этом случае нужна экспертиза. Что там вам поясняет магазин, вас не касается. Он может вам хоть что пояснять. Вам важно, что у вас есть претензия. Проходит 10 дней. На каждый день неустойка. Потом вы подаете в суд. Забираете стоимость машины. Вторую стоимость в форме через 3 месяца накапавших неустойок 1%. И потом еще 50% в этот магазин. Все. Ясно. Отличная ситуация. Значит, человек грамотно все составил. Круто разобрался. Собрал себе доказательную базу. Я вынужден сказать, что на самом деле обращение на завод будет иметь для вас позитивное влияние. То есть, то, что вы там переписывались с заводом. У вас есть фотографии с ними, переписка. И они вам сказали, что надо обращаться. Это на самом деле вам в плюс. То есть, мы знаем, что в суде вы можете защищать себя любыми методами. Методом состязательным. То есть, вы приводите любые документы, аргументацию, которая у вас есть. Вот это похоже на аргументацию. Связались с заводом официальным. Он ответил, что надо. Да, да, аргументация серьезная. Не так уж плохо вы это сделали. Может ли это заменить экспертизу, если будет суд? Наверное, нет. Нужно ли делать экспертизу в магазине? Нет. Нужно сделать экспертизу самому в любом центре. И эта экспертиза, в случае, если она обнаружит недостаток, будет вашей гарантией того, что вы получите деньги. Максимально эффективная тактика на данный момент. Что вам лучше сделать? Вам лучше прийти в магазин первый раз, вот сейчас, и сказать, что нет, я экспертизу вашу делать не буду. Кстати, если вдруг будете, то только в вашем присутствии. Помните это. Это правило спецзакон. Я экспертизу у вас делать не буду. Учтите, что мне производитель, и вот можно показать, подтвердил, что это гарантийный случай. И поэтому я вас просто предупреждаю, что вот 20 тысяч плюс 20 тысяч через 3 месяца плюс штраф 50% 10 тысяч. А от 40 еще 20. Получается 60 тысяч. Вот. И через 3 месяца, 14 ноября, вы мне будете вынуждены заплатить 60 тысяч. Вот такая ситуация. Просто вот так все объясняете. И говорите, смотрите, вы мне можете сейчас отдать, пока нет неустойок, эти стоимости, я вам возвращаю товар. Или я сейчас пойду делать экспертизу сам в официальном центре. И, соответственно, когда у меня будет экспертиза, я уже гарантированно заберу эти деньги. Плюс неустойку. Плюс штраф за доведение дела до суда. Плюс, разумеется, стоимость экспертизы, которая, скорее всего, будет составлять 5 тысяч. То есть это будет у нас 20-25 и половину от всей этой суммы. Эту калькуляцию показываете директору и говорите, смотрите, вот сейчас ничего решать не надо, давайте у вас 3 дня, 3 дня я вам даю, вы мне звоните, я привожу машину и вы отдаете деньги. Или через 3 дня я иду на экспертизу, но если я пойду на экспертизу, то я уже гарантированно приду судебным заявлением, потому что стоимость экспертизы я тоже хочу вернуть. А она точно подтвердит, что я прав, потому что мне уже завод это подтвердил. Все. Вот эту тактику выбрал бы я. Как будете поступать вы? Как хотите. Выбирайте максимально эффективную. Моя тактика максимально эффективная такая. Всегда. Приди вместо, предупреди, что возможны вот достаточно существенные последствия, экспертиза, самовозврат, неустойка, доведение дела до суда, услуги адвоката. Минимум 5 набежит платежей достаточно крупных. Предупреди и никогда не требуйте деньги прямо на месте. Оставь телефон и дай подумать. Большинство людей, если вы вот так к ним придете, будете требовать, они вам откажут. Мало ли, другие люди есть, они, может, что-то запутались и так далее. Но дайте им 3 дня. Они денек подумают, второй подумают, потом скажут, вы да, забирайте 20 тысяч, чем мне там париться с судом и потом еще штрафом в 70 тысяч. Просто придите, предупредите, дайте время. Но четко установите срок. Например, там 15 июля я иду на экспертизу. Все. Вот, все. Как надо поступить в вашем случае на будущее, как поступать, чтобы все ваши ошибки учесть. Претензия в полстраницы. Все четко, по два предложения в каждом блоке, без всяких хитро-мудрых, невероятных схем по действиям, что не так, требуйте возврата. Это все. Не надо никому обращаться, не надо ничего писать. Это все можно делать в вашу пользу, но это просто тратит вашу силу и время. Вот и все. Вот такой разбор случаев. Такой вот кейс интересный. Смотрите соседние видео по этой теме, там объяснено все многократно. Этот человек посмотрел, частично сделал важные выводы, частично не сделал. Если человек сам писал претензии, могу сказать, это фантастический уровень четкости мышления. И поздравляю, круто все получилось. Ух. А если, кстати, писал не сам, то стоимость вот этого написания претензий тоже можно добавить в судебное дело. Только чеки сохраните, покажите, судья скажите, ну вот, а еще мне юрист составлял претензию. Тоже хочу вернуть. Адвокат скажет, в смысле судья скажет, ну да, сколько там, тысячи, три, пять вам точно вернут. На 50 тысяч не рассчитывайте. И на компенсацию морального вреда в 50 тысяч не рассчитывайте. У нас это максимум 3-5 тысяч. А мы увидимся с вами снова. Ставьте лайки, репостите это видео, другие видео по серии защиты прав потребителей, чтобы я не повторялся все 65 раз. Такие дела.